Здравствуйте! В эфире новости Тагилу ТВ в студии Екатерина Рид. Наша телекомпания следит за ходом выборов в Нижнем Тагиле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утром она побывала на двух участках в школах 36 и 38 на вагонке, а заодно и сама проголосовала. В первый день выборов в 36 и 38 школах с самого утра довольно оживленная атмосфера. Здесь находятся избирательные участки 21-57, 21-60, 21-61 и 21-62. В первые час-полтора с начала голосования их посетило более 200 тагильчан – взрослые, пожилые и молодежь. Я все-таки с работы, поэтому, как бы сказать, немножко не выспавшись, но все равно пришла. Все-таки нам нужно выбрать президента, кто будет управлять страной в будущем. Я переживаю Россию. И то, что сейчас творится у нас здесь в России, должен отвечать один человек за это все. Поэтому я и пришел голосовать. Сам процесс голосования контролируют наблюдатели. Нашей съемочной группе они сообщили, что хотя поток людей большой, но никаких нарушений не выявлено. Открылся вовремя участок избирательный 21-60. Все участники избирательной комиссии на месте были заранее. Подготовлено все правильно. Получено под роспись все бюллетени. Председатель избирательной комиссии все правильно проинформировал. Прозвучал гимн за пять минут до открытия избирательного участка. Все заняли свои рабочие места. Народу удивительно на утро очень много подошло. Как будто такое ощущение, что приехало метро. Поток народа сейчас немножко склонул, но к десяти часам, я думаю, сейчас еще будет. Все хорошо, без конфликтов. Все люди радостные, с хорошим настроением идут. В полдень на избирательном участке, расположенном в школе номер 64, свой голос отдал и глава города Владислав Пинаев. Вместе с мэром на избирательный участок пришла вся его семья. Отец, супруга, дочери и зять. Что особенно символично, 2024 объявлен президентом Российской Федерации годом семьи. Сегодня также на своих избирательных участках проголосовали и первые лица Нижнетагильской городской думы Вадим Раутштейн и Алексей Былыбердин. Выполнить свой гражданский долг. Глава города Владислав Пинаев принял участие в выборах на избирательном участке номер 2191. В свой рабочий перерыв в 12 часов мэр пришел не один. В школу номер 64 он привел всю свою семью. Пришли всей семьей. Почему? Потому что понимаем ту ответственность, которая сегодня у нас возлагается на руководителей страны. В той ситуации, в которой сегодня живет наша родина. Поэтому прийти, выполнить свой конституционный долг, прийти, еще раз повторюсь, всей семьей. Потому что это событие самое важное для страны. Поэтому ровно так я, дети, отец, все пришли и проголосовали. Вместе с мэром свой выбор сделали его отец Юрий Григорьевич, супруга Елена, дочери Полина и София, а также зять Юрий. Голосовали, так сказать, тремя поколениями. И это уже стало для них доброй традицией. И нам далеко не безразлично, как в дальнейшем будет развиваться Российская Федерация. И поэтому сегодня, в общем-то, каждый член семьи, каждый житель нашей области должен определиться сегодня своим отношением и к действующей власти, и к тому развитию, которое предстоит сделать Российской Федерации. Учитывая сложившуюся ситуацию в стране и в мире, мы посчитали важным и нужным сегодня присутствовать. И нам, правда, очень приятно и классно здесь находиться сегодня. Мы внесли свою лепту и считаем это важно, поэтому мы здесь. Еще хотелось бы сказать, что участие в голосовании, как стал президент в облачении, это не только обязанность граждан, это еще и проявление патриотизма. Поэтому мы считаем, что нам обязательно нужно участвовать в голосовании. Активную избирательную позицию показали и первые лица городской думы. Утром свои избирательные участки для голосования посетили председатель и зампредседателя Нижнетагильской городской думы Вадим Раутштейн и Алексей Былыбердин. Депутаты отметили особую важность выборов президента нашей страны и надеются, что свой голос отдаст каждый россиянин. Сегодня главное политическое событие нашей страны. Мы становимся сильной страной, мы становимся страной, которая имеет право говорить в полный рост во весь мир о том, что мы действительно не бензоколонка, мы страна, которая самодостаточна, мы страна, которая можем определять свой политический курс, мы определяем свою экономику, свою техническую составляющую. Поэтому на сегодня каждый гражданин должен прийти и сказать, мы за сильную страну, мы за сильного президента, мы за сильного лидера. Очень важно прийти, именно всем нам прийти, чтобы легитимность уже ни у кого не вызывала никаких сомнений. То есть если придет 30% избирателей, это будет одна история. А если придем все, если придет вся страна голосующая, кто голосует, то я думаю, что во всем мире уже ни у кого не возникнет сомнений в тех или иных результатах выборов. Как нам сообщили в Нижне-Тагильской городской думе, на 17 часов в выборах приняли участие 25 депутатов. В Екатеринбурге начал работу Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области. Он объединил на своей площадке колл-центр юристов, общественных наблюдателей и видеопотоки с почти 3000 камер. Здесь работает сразу две видеостены. Одна предназначена для связи с общественными палатами, городами и районами области, а также с ситуационными центрами в Москве. На второй идет онлайн-трансляция с избирательных участков региона. На 1500 УИК установлены видеокамеры, изображения с которых транслируются именно сюда. На остальных УИК установлены видеорегистраторы, с помощью которых ведется полная запись. Об этом рассказал председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин, который также является сопредседателем ЦОН. Весь видеопоток собирается, он будет храниться три месяца, и всегда можно будет найти избирательный участок, время, минуту, секунду, отмотать, как говорится, пленку и посмотреть, что там происходило в данную секунду и минуту. Для чего это делается? Для того, чтобы организовать тотальный общественный контроль за ходом голосования. В Центре общественного наблюдения за выборами в регионе также работает колл-центр. 20 специалистов отвечают на вопросы, касающиеся выборов. Тут же дежурят электоральные юристы, члены и эксперты общественной палаты Свердловской области. В том числе 4 специалиста по контролю за ходом дистанционного и электронного голосования. Сегодня Центр общественного наблюдения посетила делегация иностранных наблюдателей. Выборы для всех в следственном изоляторе Нижнего Тагила сегодня тоже началось голосование. В порядке очереди к кабинкам и избирательным ящикам подходят подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. В целях реализации избирательных прав граждан, содержащихся под стражей в следственном изоляторе номер 3, решением Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижнего Тагила, образован избирательный участок номер 2236. Все лица, содержащиеся под стражей, обладающие избирательным правом, примут участие в голосовании по выборам президента Российской Федерации. Из них 11 человек примут участие в голосовании впервые. Выборы в следственном изоляторе также проходят с 15 по 17 марта. Кроме Нижнего Тагила отдать свой голос смог задержанный, находящийся в СИЗО в Екатеринбурге, Камышлове, Кировграде, Каменск-Уральском, Краснотуринске и Новой Ляле. На выборах президента страны важен голос каждого, так считает Лидия Слесарева. Для нее и для ее сына Андрея Нижний Тагил стал родным лишь 9 лет назад. Приехали они сюда из Донецка. За это время сильно полюбили и город, и Россию в целом. А себя уже с гордостью называют тагильчанами. Лидия Слесарева поделилась, что для нее действительно важно будущее России и русского народа. Именно поэтому в первый же день выборов женщина посетила избирательный участок. В 2014 году я уехала из Донецка. В Коломну уехали мы с сыном. Тогда ему было 5 лет. И я обратилась в ФМС, и мне посоветовали в Свердловскую область. И мы поехали с сыном. Вообще практически никуда. Приехали сюда, в Невьянске были в пункте временного размещения. Потом я обратилась к главному врачу нашему Елене Николаевне Ромашиной. И она меня взяла на работу. Мы с 2015 года здесь с Андреем. Администрация мне дала квартиру, малосемейку. И мы там живем с сыном. Сын ходит в школу, я нахожу на работу. У нас все замечательно. Это важно, мне кажется, для каждого россиянина. Выбор президента – это наше будущее, наше благосостояние. Во-первых, безопасность, мирное небо над головой опять же. Ну, я так считаю. Это очень важно для каждого русского человека. В первый день голосования активное участие в выборах президента Российской Федерации приняли известные и уважаемые в городе люди. Их мнением относительно важности происходящего поинтересовался Алексей Алексеев. Член общественной палаты Нижнего Тагила, руководитель предприятия по производству мобилей Роман Жуков нашел время в своем плотном графике, чтобы принять участие в выборах. Его избирательный участок номер 2222 в 21-й кадетской школе. Здесь голосуют и жители микрорайона Кирпичный. Для Романа Жукова опустить бюллетень в урну – отнюдь непростая формальность. Я считаю, что важно это по нескольким моментам. Во-первых, это то, чтобы показать всем, несмотря на все происки наших врагов и все недружественные действия в отношении нашей страны, всех санкций, что мы единая страна, мы единый народ и мы великая страна. А во-вторых, это для того, чтобы показать молодежи тем ребятам, которые на самом деле при другой власти и не жили, и показать им, насколько важно отдавать свой голос, насколько важно самому выбирать свое будущее. Одной из первых на избирательный участок номер 2266 в 85-й школе на Красном Камне пришла директор Нижнетагильского музея-заповедника Горнозаводской Урал Эльвира Меркушева. Сделать этот шаг, говорит она, требует не столько должность, сколько гражданская позиция. Хотя, без сомнения, реализация множества музейных проектов зависит от ситуации в стране. Выборы, возможность выбора и участие в выборах – это то, что, на мой взгляд, делает человека гражданином своей страны, а не его квартирантом. Сегодня я голосовала за стабильность, за экономическое развитие, за внутреннее развитие нашей страны, за ее будущее. Приглашаю вас всех сегодня, завтра, в воскресенье, прийти проголосовать и проявить себя настоящими патриотами и гражданами России. Один из избирательных участков традиционно развернулся в 44-й школе. Вместе с жителями Ленинского района проголосовала и я. Мне и другим тагильчанам, которые впервые участвовали в выборах президента Российской Федерации, вручили подарок. Как это было, смотрите в следующем репортаже. С утра на избирательном участке на базе 44-й школы многолюдно. Сюда приходят жители центра города, чтобы сделать выбор и вклад в будущее своей страны. Свой выбор пришла сделать и я. Вначале, как положено, проверка паспорта, моя подпись и вручение бюллетеня. Затем кабинка для голосования. Оно тайное. Поэтому за кого отдала свой голос – тайна за семью печатями. А далее – мой выход к избирательному ящику. Стартовали выборы президента Российской Федерации. В школе номер 44 тоже проходит голосование. Люди приходят с серьезными, озадаченными и даже счастливыми лицами. А мне – волнительно. Я голосую первый раз. В момент голосования – приятный сюрприз. Фитнес-бутылка с символической надписью. Такую вручают всем, кто голосует впервые. В небольшой торжественной обстановке под аплодисменты членов участников избирателей комиссии такую бутылочку вручили и мне. Это выбор каждого. Отлично зависит страна наша. Руководство нашей страны однозначно. Тут обязательно нужно приходить, обязательно нужно голосовать. Надо доверять. Никто не размещается, не ругается. Все спокойно, мирно, тихо. Все очень рады. О том, что думают жители центра города о выборах президента, с каким настроением идут голосовать, наша съемочная группа поинтересовалась перед входом на избирательный участок. Мы же сюда ходим уже очень много лет. Это наш любимый избирательный участок, наша любимая 44-я школа. Видите, улыбка на лице. Утро было доброе. Так что все нормально. Настроение хорошее. Как на праздник, как раньше. В прежние времена проголосовали. Теперь о явке тагильчан на избирательные участки, которая пока известна к моменту подготовки нашей программы в эфир. В 15 часов территориальные избирательные комиссии подвели первые данные. В середине рабочего дня в лидерах находится Дзержинский район 25,74%. Данные Тагилстроевской ТИК 25,71%. По данным Ленинской ТИК явка составила чуть более 24%. В целом по Свердловской области на 15 часов явка на избирательных участках была 19,14%. Сегодня в нашем регионе также началась викторина «Опорный край». Она посвящена 90-летию Свердловской области и будет проходить по 18 марта. Тагильчане уже принимают в ней активное участие. Отвечают на вопросы, получают памятную медаль, а вместе с ней карточку с уникальным номером, который будет участвовать в розыгрыше ценных призов 12 апреля. Квартиру, машину, мотоцикл или смартфон могут выиграть свердловчане. Для этого достаточно принять участие в викторине «Опорный край», которая посвящена 90-летию области. Сегодня ей дан старт. В Нижнем Тагиле расположено 157 пунктов проведения данной викторины. На каждом работают волонтеры, которые подсказывают, как зарегистрироваться и вручают памятные медали. К народу пришло к нам достаточно очень много. И у людей, знаете, такой большой ажиотаж. Им очень интересно, на самом деле, подходят с интересом. Даже, честно скажу вам, подходят изначально к нам. Потому что, например, мы сидим поближе и подходят к нам. Что это у вас? То есть людям интересно, им приятно. Также у нас вот такие вот медальки замечательные есть. Тагильчане отвечают на вопросы, получают памятную медаль, а вместе с ней уникальный номер, который будет участвовать в розыгрыше ценных призов. Среди них 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов и 2000 смартфонов. Должно быть какое-то ощущение памяти. И главное, чтобы люди понимали, зачем это делается. Я вопросы некоторые читала. Конечно, мы хотя бы слышали об этом. Фамилии все, молодежь многое вообще. Этого не знают. Это очень познавательно, это очень хорошо. Ну, подарки вообще шикарные. Кому-то все равно, ведь достанутся они. Вместе с тагильчанами участие в викторине принял и глава города Владислав Пинаев. Ему и его семье также вручили памятные медали и уникальные номера участников. Так как 2024 в Российской Федерации объявлен годом семьи, Оркомитетом викторины «Опорный край» было принято решение организовать дополнительно фотоконкурс «Викторина всей семьей». Подарки, электронные сертификаты номиналом 3,5 тысячи рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине. На сайте вся подробная информация есть. Нужно подписаться на официальную группу викторины в ВКонтакте, сети ВКонтакте, сделать фотографию о том, как вы пришли, поучаствовали в викторине всей семьей. Потом среди всех, отметить хэштегами необходимыми, и среди всех семей, посетивших и принявших участие в викторине, будут определенные получатели этих подарков. Каждый день будет какое-то количество семей определяться. Перед стартом викторины стало известно, что в ней смогут принять участие и свердловчане-участники специальной военной операции. Организаторами принято решение, что с 20 марта по 5 апреля семьи участников СВО смогут по месту жительства обратиться в территориальное управление социальной политики Свердловской области. Там им передадут памятную медаль и карточку участника викторины. Познавательная викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области 15, 16 и 17 марта. Обладатели ценных подарков определят 12 апреля 2024 года. Избирательный марафон продолжится 16 марта. Участковые комиссии ждут тагильчан, еще не успевших сделать свой выбор. За ходом голосования в нашем городе вы можете наблюдать и завтра на Тагил ТВ и ОТВ в местных выпусках новостей. А сегодня я с вами прощаюсь. Хороших выходных!